Добрый вечер, уважаемые земляки! Давайте коротко расскажу главное о итогах сегодняшнего дня и уходящей недели. Всю неделю и сегодня на вечер ситуация на нашем направлении фронта сохраняется напряженной, но стабильной. Благодаря мужеству и героизму наших военных, дальний периметр обороны надежно удерживается, все поставленные задачи успешно выполняются. Благодаря слаженным действиям в Кремроге и Криворожском районе ситуация находится под полным контролем вооруженных сил Украины и военной администрации. Продолжаются и они даже усилены работы по укреплению всех линий нашей обороны. Строятся новые укрепрайоны, защитное сооружение, усиливаются существующие. Для помощи военным городам задействована более 100 единиц тяжелой техники. Она работает ежедневно. Мы обеспечили ее горючим, что на сегодня непросто и всем необходимым. То есть мы начали строить линии обороны на уже второстепенных направлениях, которых мы раньше считали второстепенными, но стараемся сейчас окопать весь город по всему возможно доступному периметру. Также военная администрация города, хотя это и не ее функция вообще и бюджета на это не предусмотрено никакого, продолжает оказывать значительную помощь в обеспечении всех частей, защищающих Кривой Рог. Закупаем и передаем в основном за частные деньги. Многое от обмундирования и обуви до автотехники, уже более 300 штук, коллиматорных прицелов, тепловизоров, квадрокоптеров, прицелов ночного видения, спецоборудования, средств связи, что очень важно, стройматериалы и топливо. По бронежилетам и каскам нашего гарнизона обеспечения 100%. Важно все и мелочей нет. Это и защита самих бойцов, и повышение их боеспособности, и усиление нашей обороны. На протяжении всей недели враги продолжают системные обстрелы по всей линии соприкосновения из реактивных систем залпового огня, былые грады, смерч и ураган, ствольные артиллерии, минометы и танки. Также зафиксировано применение орками, боевой авиации, то есть вертолетов. Сегодняшний день не стал исключением. Городами оккупанты обстреляли Марьинское, в село прилетело 10 снарядов, это Зелендольская громада. Еще два удара орки нанесли по территории Апостоловской громады. Под удар попадают мирные населенные пункты, жилые дома и даже колонны с беженцами. К сожалению, в течение недели есть и погибшие, и раненые среди мирного населения. Продолжается разминирование территорий. С начала войны в нашем регионе уже обезврежено более полутора тысяч вражеских боеприпасов. Несмотря на многочисленные предупреждения, продолжают происходить несчастные случаи из-за игнорирования элементарных правил. Например, в селе Малая Костромка мирный житель собрал 7 кассетных боеприпасов, принес к себе домой, начал их разбирать. И они взорвались. Мужчина получил серьезнейшее ранение. Врачи борются за его жизнь. Кстати, мужчина 40-го года рождения. 82 года. Были и смертельные случаи. Уже 6 на территории области с начала войны. Еще раз прошу. Видели что-то подозрительное? Не трогайте. Сразу звоните 101 и 102. Криворог продолжает принимать беженцев и оказывать им необходимую помощь. В городе уже находится более 42 тысяч только официально зарегистрированных переселенцев. Реально эта цифра больше, порядка 60 тысяч. То есть 10% жителей города уже это вынужденные переселенцы, или как мы их называем, новое криворожание. Для тех, кому пока негде остановиться, оборудованы места в школах, детских садах. Более тысячи квартир также сдали криворожание переселенцам по программе «Прехисток». Несмотря на все сложности военного времени и близость к фронту, мы продолжаем обеспечивать нормальное функционирование всей городской инфраструктуры. Город живет и работает. Реализуем и вполне мирные проекты. После капремонта на этой неделе мы ввели в строй современную амбулаторию на Дружбе в Золгинцевском районе. Качественное медицинское обслуживание стало доступнее 12 тысячам криворожанам. В амбулатории современный капитальный ремонт, новейшее оборудование. Город готовится и к прохождению следующего отопительного сезона. Уже сейчас идут работы по капитальным и текущим ремонтам, в том числе на 22 котельных. Проводятся ремонтные работы и горводоканалом. Ведется подготовка к проведению ЗНО. Это крайне важно для дальнейшего поступления выпускников в ВУЗы. На данный момент Минобразование установлено, что итоговое тестирование пройдет с 18 июля по 10 августа. Мы готовим пункты тестирования, чтобы в них был и высокоскоростной интернет, и укрытие на случай возможной воздушной тревоги. Сделаем все, чтобы молодежь могла получить знания, которые помогут восстановить и развивать Украину после победы. Я уверен, что война закончится нашей победой. И вместе мы реализуем все, что должны сделать. И капремонтный дорог, и реконструкции микрорайонов, и школы, и детских садиков. Все это мы должны были начать два месяца назад. Помешала война. Но Криворок будет лучшим городом. Сейчас все вместе мы работаем на победу. А после нее сделаем все, чтобы людям здесь было очень хорошо. Верим в СУ. Верим в победу. Скучной вам ночи. Слава Кривбасу. И слава Украине.